Правительство учредит 5000 специальных стипендий для лучших учащихся техникумов, лицеев и колледжей. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня на совещании по подготовке кадров в системе среднего профессионального образования. Проблема нехватки высококвалифицированных рабочих, штучного товара, как назвал их Путин, выходит сейчас на первый план. Программы поощрения молодых людей, которые хотят посвятить себя рабочим профессиям, премьер предложил продумать регионам. Из Петербурга Ольга Скобеева. Нехватки учащихся в Петербургском политехническом колледже нет по вполне понятным причинам. Безработным после обучения здесь еще никто не остался. Премьер-министру показывают классы токарей. Фрезеровщиков учащиеся колледжа прекрасно знают. Токарей на рынке катастрофически не хватает, а значит с трудоустройством и зарплатой проблем точно не будет. Вот это называется новые рабочие места совершенно другого качества. Высокотехнологичные. Нравится вам ребят? Конечно. Тот же петербургский судостроительный завод уже три месяца не может найти электросварщика. Предлагают 50 тысяч в месяц, но электросварщиков все равно нет. Потому каждый учащийся политехнического колледжа точно знает, где будет работать. И даже заключил контракт у хороших фрезеровщиков. Зарплата уже давно больше, чем у некоторых юристов. Сегодняшняя реальность заключается в том, что мы столкнулись с дефицитом нужного нам количества высококвалифицированных рабочих рук. Вот нехватка высококвалифицированных нужных рабочих кадров вышла на первое место, обогнав по значению даже коррупцию и административные барьеры. Для меня, честно говоря, это было удивительно. Тем более, что, на мой взгляд, опора России проявила достаточно репрезентативную выборку. Вот 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса было опрошено в 40 субъектах Российской Федерации. По тому среднему образованию премьер-министр призвал уделять особое внимание и не жалеть на него деньги. Петербургский политех готовит востребованных специалистов еще и потому, что учит этих специалистов на современном оборудовании. На покупку было потрачено почти 75 миллионов рублей. Это исключение. Четверть российских колледжей занимают аварийные здания и учат своих студентов на оборудовании 70-х годов. Престиж профессии в таких условиях поднять, естественно, невозможно. В системе высшего образования давно существует система специальных стипендий для наиболее успешных студентов. Считаю, что такая система должна быть создана и для среднего, и начального профобразования. Поэтому мы приняли решение учредить 5000 стипендий правительства Российской Федерации для лучших учащихся профессиональных училищ, лицеев, колледжей и техникумов. Предлагаю регионам и бизнесу подумать об аналогичных программах и инициативах. На фоне стратегической цели создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, в том числе качественное профобразование, говорит сегодня. Премьер-министр определяет конкурента способность страны без колледжей или, как их называли раньше, профессионально-технических училищ. Модернизация производства – недостижимая цель. Путин потребовал срочно разработать профстандарты для подготовки квалифицированных рабочих кадров. Ольга Скобеева, Юлия Щедрова, Надежда Волкова и Михаил Жульков. Вести.